добрый день друзья с вами канал тактик медиа архивная революция и я михаил тимин сегодня у нас в гостях кроме аномальной московской жары еще и кандидат исторических наук военный историк алексей валерий чесаев алексей валерьевич добрый день добрый день но и сегодня начнем повествование с жаркого периода как раз с июля 43 года я предпочел продолжить линию про малую землю тамань-кубань чтобы с ней завершить освободить новороссийск и затем уже спокойно заниматься с юга на север остальными направлениями и в том числе курской битвой поскольку тамань-кубань во-первых она менее известна и кроме того интересно смотреть что сопутствовало курской битве потому что если кто-то думает что в то время как сражались пантеры тигры с тридцать четверками кого под курском везде была тишь и божья благодать это совершенно не так и на других участках фронта шли бои причем что интересно тамани-кубань таманский полуостров по кубанский плацдарм как его немцы называли имел непосредственное отношение к курску вот в каком аспекте 98 пехотная дивизия которая начинала боевые действия против сельского союза в июле сорок первого года группе армию в коростень малин затем отправляется на москву затем участвует в боях под москвой и и в связи с сокращением фронта выводит в резерв вместе 6 пехотной дивизии известные по ржеву и начинается борьба за резервы и предполагалось что 98 пехотная дивизия отправится на северный фас курской дуги это в общем то вполне логично один и тот же театр военных действий все нормально и внезапно вместо того чтобы отправиться на северный фас курской дуги или хотя бы даже на южный фас где тоже не хватало пехоты 98 дивизию грузит в эшелоны она едет в крым в крыму переправляется через керченский пролив получает две с половиной тысячи человек пополнения свежего и оказывается очень даже неплохо если бы эта масса народу она на самом деле осенью в ноябре 43 года уже после боев на самом деле постоянно пополнявшись она насчитывала до 20 тысяч человек то есть здесь она даже чуть больше 20 тысяч человек где 21 22 тысячи человек со всеми тылами достаточно мощный резерв который прибывает на плацдарм и он был связан именно с надеждами гитлера что произойдет успех операции цитадель причем надо отметить что ее переправляют в июне по итогам боев хотя немцы удержали свои позиции они понимали что следующий подход красной армии к снаряду может для них оказаться фатальным для обороны кубанского плацдарма они усиливают оборону мощнейшим резервом действительно сильным пехотным резервом учитывая что там фронт общий примерно 120 километров даже есть там со всеми изгибами пусть 150 там было по 10 километров на дивизию то есть очень хорошая плотность нету хорошую плотность немцы только себе улучшили прибытием свежего резерва также они поменяли командование гитлер у него не было формальных претензий фронт и не прорвали но он сказал что чуть вот у командования как-то мало энтузиазма какие-то они вот не воодушевленные не чувствую у них горение заре их и из резерва извлекают генерала енаки который вообще говоря очень удачно убежал из сталинградского котла генерал инженерных войск но на самом деле самое место ему было как раз таки на кубанском плацдарме потому что там действительно требовалась такая позиционная оборона енаки отправляют вместе с 98 дивизии и соответственно в июле предстоит крещение огнем поскольку советское командование а смена советского командования произошла чуть раньше мы в прошлом ролике рассказывали про два наступления одно соответственно апрельско-майско 2 майско-июньско в апрельско-майском еще жуков присутствовал который можно сказать наблюдала давал ценные советы уже когда была майско-июньско командование сменили убрали масляникова ну скажем так без каких-то репрессий понижение Мы поставили Петрова. Петрова, который, опять же, знал театр, командовал обороной Севастополя. И вообще, конечно, я регулярно не устаю повторять, что генерал Петров из повести Карпова или как романа Карпова «Полководец» и реальный Иван Ефимович Петров – это два разных человека, я бы даже так сказал, из разных вселенных. И Иван Ефимович Петров был, на самом деле, вполне себе генерал наступления. И на Кубанском блацдарме ему предстояло продемонстрировать именно эти свои качества. В конце мая, в начале июня основной проблемой, опять же, стала немецкая авиация. А вот в июле на фоне Курской дуги решают провести еще одну наступательную операцию. Потому что в июль немецкая авиация вся стянута на Курскую дугу. Никаких там двух тысяч вылетов в день не обещают. И решают все той же 56-й армии Гречко нанести удар. Сначала идет подход к снаряду 16-го числа. 16-го июля начинается наступление захвата высоты. Тщательно готовят. Причем, что интересно, именно здесь используется та методика, которая в дальнейшем приносила стабильный успех. Это тренировки в тылу. Тренировки с целью воспроизвести оборону противника и на ней тренироваться. Соответственно, в тылу подобрали подходящий участок у Абинской, что ли, в общем, одной из близлежащих станиц. Воспроизвели немецкую оборону по эрофотоснимкам. И ура, вперед! Несколько дней тренировались. После этого возвращаются на фронт и атакуют высоту. Ее берут. Но не тут-то было. Немцы сразу же предпринимают яростные контратаки. Они используют бронетехнику, штурмовое орудие. И высоту отбивают обратно. Знак, на самом деле, не очень хороший. Но командование фронтом и команда армгречка решают продолжить. На этот раз ставят более амбициозную задачу уже не взять одну отдельную высоту. Это, можно сказать, была проба пера. На одном из участков фронта, населенный пункт Ниберджаевская, его обойти с юга, охватить. И точно так же, как они взяли в Майе Крымскую, точно так же его взять. При хорошем раскладе прорваться вперед. И, соответственно, авось удастся выполнить задачу максимум. Опять же, идет тщательная подготовка, завозятся снаряды у войск Северо-Кавказского фронта. Есть уже нормальная артиллерия, то есть 203 мм, 152 мм. Вполне в нормальных количествах. Там по два боекомплекта боеприпасов. Хороший набор боеприпасов. Единственное, конечно, плохо с авиацией. Потому, что авиация в основном представлена штуммовиками Л-2, мало бомбардировщиков, много ночных бомбардировщиков, от которых, в общем, прямо скажем, толком. Конечно, они беспокоят, но если посмотреть, то, например, количество вылетов бомбардировщиков за весь июль всего 185. Дневных имеется в виду. Да, дневные бомбардировщики налетали всего 200 вылетов. Скорее всего, Бастона. Причем большая часть этих вылетов, 111, вообще на разведку. И только 75 по войскам на поле боя. Понятно, что таким мощными ударами особо противника не сокрушишь. И, конечно же, в основном работали штурмовики, которые выполнили тысячу вылетов по войскам на поле боя. Ночные бомбардировщики, конечно, да, налетали полторы тысячи вылетов за июль. Но это тоже, прямо скажем, слабое утешение. И надо сказать, что только отсутствие усилий со стороны немцев позволило обойтись без каких-то серьезных проторий и убытков. Без катастрофы. Опять же, чуть вернусь, относительно потерь. Потери, на самом деле, которые понесла 56-я армия в ходе попытки отбить высоту. Это с 16 по 20 июля убитыми тысячи человек, ранеными 2 900. На самом деле, прямо скажем, немало. Танков, 30 танков. Ну, понятно, что противнику, кстати, написали не так много. Тысячу 650 убитых и раненых. Ну, понимали, что, скорее всего, много набить не удалось. Опять же, ввиду объективно неудачной попытки высоты. Но, тем не менее, 22-го числа, 22-го июля еще раз предпринимается наступление. Предпринимается с усилиями артиллерийскими и танковыми. На самом деле, танков задействуется немало. Там больше сотни пытаются отбить эту Небеджаевскую. Но, на самом деле, первичный успех даже выходит. То есть, удается продвинуться вперед. И тут они впиливаются прямо сходу в части 98-й пехотной дивизии. Которую никто не ждал. Которая сюрприз. Которая внезапно оказывается свежее соединение, отдохнувшее, пополненное. И, на самом деле, получив небольшое пополнение после боев мая и июня, впиливается в эту 98-ю пехотную дивизию. И, конечно же, 98-я с обильно оснащенной пехотой. У них просто было много пехоты для контрударов. Опять же, за этот период наступления немцы тоже жалуются, что понесли потери. Это несколько дней боев с 22 по 27 июля. За период отражения советского наступления потери 98-й дивизии одной только составили 2000 человек. Но, тем не менее, продвинуться удается очень недалеко. И, конечно, большая критика была по итогам. И, что интересно, я даже процитирую итоговую сводку. Там всех отругали. И артиллеристов, и танкистов. Там что, вяло действует. На самом деле, я себе представляю, что такое вяло действовать. Когда против тебя, опять же, и штуки есть длинноствольные. Все на свете. Артиллерия серьезно работает. Но, цитата, единственный род войск, который понял кровавые ошибки предшествующих боев и в прошедших операциях мужественно, храбро, умело выполнял работу по разграждениям, это саперы. Соответственно, их похвалили. Но, на самом деле, если говорить честно и откровенно, в разделе по танкам написано, что потери боевых машин распределялись где-то 60% от артиллерии, 40% от мин. Но, это, опять же, может быть уже в глубине обороны. И, несмотря на наличие мощной артиллерии, недостаточно использовали свою артиллерию. И, опять же, в отчетных документах говорилось, огонь тяжелых калибров, то есть, 152 и 203, вызывается там, где достаточно артиллерии полковых и дивизионных калибров. Артиллерия медленно реагировала в период проведения операции на запросы пехот и танков. Ну, и, соответственно, ввиду неудачи, всех раскритиковали. И, конечно, продвижение было, но буквально на считанные сотни метров. Вот такой вот, как на карте нарисован обход Баджаевской, вынуждение немцев из нее побежать. С этим не выходит. Соответственно, со стороны немцев в восторге. Как говорится, обливают друг друга шампанским, как на Формуле-1. И Енаки твердо говорит, да я тут до 7-й досижу. На самом деле, это было так себе утверждение, потому что на момент, когда закончились эти бои у Баджаевской 27-го числа, немцев здорово трещит фронт. Они фактически начинают эвакуацию Орловского выступа. То есть, везде на них достаточно существенное давление, но пока еще не все так плохо. Здесь надо сказать, что Гитлер в том же июне, когда он, во-первых, с барского плеча кинул целую пехотную дивизию жирную на Кубанский плацдарм, отобрав из ударной, опять же, подчеркну еще раз, это было отобрано из ударной группировки под Курском. То есть, все было взаимосвязано. Кроме этого, строится планов громадье, предполагается строить мост, и так уже была канатная дорога через Керченский пролив, которая не зависела от погоды, и можно было там гонять, на самом деле, несколько сотен тонн в сутки запросто. Были конвои снабжения со всеми быстроходными десантными баржами. В общем, проблем в снабжении чем угодно у плацдарма не было, в принципе. И они могли спокойно досидеть. И одновременно готовится к строительству мост через Керченский пролив. Наверняка, если бы его построили, его бы назвали именем фюрера, потому что это как бы предполагалось, что с него, кстати, ударом будут диктовать свою волю нефтяным месторождением Советского Союза, и срок завершения барабанной дроби – август 44-го года. То есть, планы были далеко идущие, что поэтому, опять же, Енаки, яростно говоривший о том, что я досижу до зимы, это даже был, можно сказать, тоже рисковал тем, что за недостаточный оптимизм его, что надо было говорить, я досижу до августа 44-го, как мост будет. Но моста не построили, так бы у них были отличные возможности, прям построили мост и по-свежему пахнущими сосновыми досками из него бежать с плацдарма. Пришлось бежать более пасконными методами, но ситуация постоянно накаляется. Одновременно, мы будем дальше говорить, идет наступление на Донбассе, в июле удается немцам отразить наступление Южного фронта, удается отразить наступление Юго-Западного фронта, но в августе начинается операция румянцев, группа армий Юг начинает ощутимо трещать, в августе же стартует новое наступление на Донбассе, причем, если раньше Юго-Западный и Южный фронт собирались бить друг другу навстречу, опять же, потом расскажем, то в этот раз, как говорится, каждый выполнял свою задачу, и Южный фронт должен был там в сторону Таганрогского залива наступать. Но факт остается фактом, что фронт начинает трещать и решает отойти на Восточный вал. Восточный вал, то есть Днепр и участок от Азовского моря до примерно Запорожья. В эту схему плацдарм никак не вписывается. При этом надо сказать, что это не упрямо фюрер говорил о том, что вот надо его держать, а как раз-таки в том числе и Клейст, как командующий группой армии, говорил, что надо плацдарм держать, потому что вывести долго и нудно, и вообще проблемно. Но, тем не менее, угроза того, что советские войска прорвутся и вообще отрежут перекоп, и тогда вся группировка окажется, что называется, засунут в пасть Игра, решают все же эвакуировать. Назначается время, то есть в сентябре эвакуируемся, и два плана – Кримхильда и Брунгильда. То есть Кримхильда – это, соответственно, сокращенный, Брунгильда – на много недель вывести все до самого последнего, что называется, бочонка и всех брошенных танков. Одновременно немецкое командование начинает думать о планах противника, что будет предприниматься. Есть ощущение, что ни Гречко, ни Петров не бросили идеи сокрушить плацдарм, хотя уже несколько попыток, неудачных в целом, прямо скажем. Но 30 августа, это я немного вторгаюсь на поляну Мирослава Эдуардовича, но это я чуть-чуть с краешком, как говорится, носочком, туфли наступаю и говорю о том, что на катере захватывают катер, на нем захватывают командира, который говорит, что готовится десант в Новороссийске. Немцы сразу напрягаются, потому что реально был уже на третье число уже начало движения по вывозу с кубанского плацдарма. Наши, кстати, это тоже замечают, они видят, что никаких перегруппировок больше не происходит, никаких усилений войск не происходит, более того, явно что-то вывозят. Ну, тоже не слепые. Понятно, конечно. Да, поэтому какая-то движуха есть, а на самом деле у Петрова была не то, что прямо на удивление, но нетипичное, прямо скажем, решение. Разглядывая карту, Иван Ефимович понимает, что самое уязвимое место всего кубанского плацдарма, который на самом деле очень крепко сидит на своих позициях, это Новороссийск. Сам город Новороссийск, поскольку на самом деле тут можно пофилософствовать, что Германия тоже нация не морская, но такая как бы сухопутная, поэтому внимания к противодесантной обороне на самом деле не так много. И все понастроенные нашими сооружениями в порту, они, прямо скажем, немцами не были освоены, не были в достаточной степени, что называется, оборудованы для новых целей. И оборона самого Новороссийска, она держится на достаточно шатком предположении, что есть вот боновое заграждение, есть мины, но мины не сработают. Подробности, я думаю, расскажет Мирослав Эдуардович, когда будет говорить про Черноморский флот. То есть, это такая как бы некая загадка, почему минные заграждения не сработали. Ну, что называется, на войне всякое бывает. Но действительно, Новороссийский порт, он абсолютно, как говорится, голенький. Можно в него ворваться и через Новороссийск взломать всю оборону Кубанского плацдара. Потому что несколько попыток тарана в лоб, ну, это, конечно, явно не внушало энтузиазма, что если мы еще раз попытаемся, то вряд ли у нас явно что-то получится. Поэтому, опять же, достаточно сказать, во что обошлась та же июльская операция за 22-27 число. Она обошлась только 56-й армией, она обошлась в 4653 человека убитыми, 519 пропавшим в безвести, а всего 22322 человека. И, соответственно, всего 31 тысяча человек. Это, если что, это вполне сопоставимо. Ну, это на всех случаях, это за июль в целом. То есть, это включая штурм высоты 114,1, не слишком удачно. Если что, центральный фронт, отражая удар цитадели, потерял, по-моему, 38 тысяч человек. Поэтому весь фронт за июль с этими попытками, что называется, расшатать оборону, он теряет 6555 человек убитыми, 759 пропавшим в безвести. Ну, в основном, конечно, потери падают на 56-й армии Гречко. При этом надо сказать, что персонально Гречко особо претензий не было. Наоборот, его по итогам борьбы за Кубанский плацдарм продвинули на Воронежский фронт. То есть, его заметили, и он начал свое восхождение, которое закончилось позицией самой высокой. То есть, министр обороны. Министр обороны. Все же таки. Да, что называется, человек, прямо скажем, не самый маленький. И здесь вот эта идея Петрова с тем, чтобы ворваться в порт, она выглядит, на самом деле, вполне разумной. Если у противника действительно все не очень хорошо с морской подготовкой, если действительно надеется на то, что русские, что называется, ну, не то, что прямо испугаются, но фактор, что предыдущий опыт явно прошел как-то мимо наших тевтонских врагов. Сейчас нельзя уже говорить «уважаемые партнеры». Да, они уже не партнеры. Они уже не партнеры, это наши, так сказать, противники. И вообще говоря, немцев учили, начиная с декабря 1941 года. То есть, много десантных операций. Были, кстати, ролики на канале, можете освежить, так сказать, память. Да, и то же самое советский флот везде демонстрировал, что он любит обходить приморский фланг. Уже малая земля была, но, тем не менее, Новороссийский порт, его после вот этого захваченного в плен лейтенанта, его какое-то время усиливают 101-й пехотной дивизии, но потом основную массу подразделений дивизии выводят из Новороссийска, потому что ждут-ждут, ничего не происходит. Это, опять же, бои за Новороссийск. Есть в фильме «Железный крест» с Эмом Пекинпа. Вот это вот, можно сказать, кислотное или сделанное под воздействием каких-то, я считаю, очень мощных веществ сражения, где там танки въезжают в цеха, это Новороссийск. То есть, если что, это Новороссийск, там действительно были фабричные здания, в книге там были толково описаны, но я, честно говоря, не идентифицировал по описанию конкретные здания, но факт тот, что в Новороссийске действительно были уличные бои, и они получили отражение как раз в фильме «Железный крест». А пытались, что сделать, ворваться в порт и высадив десант, достаточно многочисленный. Изначально численность трех отрядов высадки – это 6,5 тысяч человек. То есть, были и 27,6 полагалось, 20,45, минометы, ПТР, 300 пулеметов, силы на самом деле немало. Если, опять же, классифицировать этот десант, он все же скорее не тактически, а оперативно. То есть, он должен был обеспечить, во-первых, соединение с Малой землей, то есть, высаживаемся в Новороссийск, один удар вдоль берега мимо цементного завода, второй с Малой земли, берем Новороссийск, и дальше, что называется, по дороге прямо в тыл кубанской группировки, а из фронта ее еще и сковывать. Выделялась для этого бригада морской пехот, 255-я Потапова, еще отдельный батальон морской пехоты, второй десантный отряд вместе с 290-м полком НКВД. И, наконец, третий десантный отряд – это 1339-й стрелковый полк, 318-й стрелковой дивизии, которая потом прославится на Эльтигенском плацдарме. Соответственно, высадка предполагалась на катерах, на малых охотниках, но, опять же, это все морская часть, нам она тут не столь существенная деталь именно морской операции, нам здесь важно то, что, действительно, немцы оборону Новороссийского оборудовали, ну, так скажем, не по самым высоким стандартам, и десант этот имел неплохие шансы на успех, к тому же предполагалось использовать такой прием необычный, стрельбу торпедами прям по, во-первых, по Молу, рассчитывали пробить в нем проходы, ну, это не сработало. А еще предполагалось стрелять по пирсам и огневые точки на берегу аналогичным образом, что называется, уничтожить. Погасить. Погасить, да. Хитрый ход. Что происходит в последнюю ночь перед операцией, ее предполагалось осуществить 9 сентября, внезапно вечером немцы устраивают в порту иллюминацию, они массово стреляют ракетами, ну, опять же, описание офицера генштаба в книгах, я не обнаружил про эту иллюминацию, но, скорее всего, просто сочли это, так сказать, мелким эпизодом, страшная иллюминация, наша команда, ну, все, нас скрыли. При этом, на самом деле, прямым текстом офицер генштаба, будучи в курсе, о чем разговаривали отцы командира, что, да, у нас там пропадал катер, но это, видимо, не тот катер, который 30 августа. В условиях страшной иллюминации решают, не будем-ка мы высаживаться, на самом деле, это было разумное предположение, что что-то не так. Зачем устроили эту иллюминацию, остается, на самом деле, загадкой. Возможно, что-то искали, может быть, или диверсантов, или еще что-то. То есть, ничего из ряда вон не происходило. Но, тем не менее, высадку откладывают. Единственное, что, это дополнительная тренировка, посадка на корабле, и потом высадка с них. Операцию сдвигают на сутки. Предполагается, что немцы вроде бы успокоились, все хорошо. Ну, и решают-таки проводить операцию, которая уже запланирована, уже все готово. Снова грузятся. Но грузится неорганизованно. И командующий, собственно, высадкой со стороны военно-морского флота, Холостяков, приказывает сдвинуть на час начало артиллерийской подготовки. Потому что предполагается. Поскольку расстояние небольшие, через бухту артиллерийская подготовка по городу, одновременно артиллерийская подготовка с плацдармом малой земли, насколько они могут своими силами, достаточно сильный удар артиллерийский со стороны цементного завода. То есть, со стороны того участка, с которого проще всего прорваться в Новороссийск. Потому что малая земля, она, конечно, плацдарм крепкий, но и у немцев там достаточно серьезная оборона. Поэтому рассчитывать на то, что слабо, откровенно говоря, оснащена артиллерией и неподготовленной для штурмовых действий десантная группа, которая сидит на малой земле, чего-то достичь, ей удастся, никто не рассчитывает. Поэтому бьют по Новороссийскому. На самом деле, на редкость хорошо организуется вот этот сдвиг времени. Потому что сдвиг времени обычно сдвигаем, кто в лес, кто под рова, то есть, начинается от подготовки раньше. Но, опять же, все получилось не так, как хочется. Потому что высадка идет в третьем часу ночи, это сентябрь, темно, и результаты стрельбы по Новороссийску ночью, они оцениваются так скептически. То есть, оборону в лучшем случае подавили. Вот эта неразбериха с посадкой разновременной, она, конечно, была оккупирована холостяком. То есть, приказы отдали всем двигаться, но не целиком. Удается подорвать боновое заграждение, войти в порт, а вот со стрельбой торпедами получилась фигня. Бывает. Но она получилась не одновременно. Эта идея хорошая. Идут потери в катерах. То есть, на самом деле, основная претензия, которая была потом к Новороссийской операции, что даром только угробили торпедные катера, которые могли пригодиться потом. Ну, это, что называется, да, строить-то их было неоткуда, а, что называется, от союзника ленд-лизовские, они опоздали. Их просто не успели перегнать. Одна группа торпедных катеров врывается. Бам-бам-бам, стреляют, взрывы там, центнировзрывчатки в каждой голове торпеды. Ну, реально, я думаю, это фейверк был впечатляющий. Начинается выставка десанта, и что происходит дальше? Врывается следующая порция катеров и начинает опять стрелять по пирсу. Да. На этих пирсах уже свои. Ну, потери, насколько можно судить, они были не то, что большие потери. Видимо, опять же, люди, оглянувшись назад и увидев, так сказать, пенные следы торпед, они разбегались и прятались. Поэтому, судя по потерям каких-то особых, что называется, катастрофических потерь, это не принесло. Но высадка была дезорганизована. То есть, она приводит к тому, что не захватного российского образования, в нем нескольких довольно таких изолированных друг от друга и с весьма туманными перспективами на соединение друг с другом трех таких участков высадки. Причем, офицер генштаба, который за всем это надзирал, он просто носит последними словами командование 255-й бригады морской пехоты. И лично командир этой бригады. Причем, опять же, я, чтобы страна знала своих героев, это все писалось в декабре 43-го года. Офицер генштаба при штабе отдельной приморской армии подполковник Лебедев. Вот подполковник Лебедев говорит о том, что, ну, во-первых, действительно, высадили не всех. А высадки второго эшелона, ну, как обычно, пришлось сразу забыть. Весь 55-я бригада частично высаживается на Малую Землю. То есть, сбиваются с курса. Хорошо, видимо, поняли, что свои. И, ну, заранее были все понимали, что проводится операция. Поэтому это могло получиться совсем неудобно. Высаживаются к своим 83-й бригаде, которая на фланге у станички находится. Те, которые в порту командования бригады высаживаются, там, замочили шифры, замочили рации. По классике. Бизнес изюжил. Но справедливости ради, надо сказать, что это было не все. Это больше всего отличилось, опять же, отличилось, в кавычках, по мнению, опять же, Това-Лебедева, 255-я бригада. Батальон морской пехоты высадился и сохранил свои икоды радиостанции. Поэтому его поддерживали. Потому, что самое плохое, с чем пришлось столкнуться, это контратаки с бронетехникой. Хотя высаживались, понятное дело, с артиллерией, но отбиваться от штурм-гешутцев было тяжелее. Это, конечно, не тигры где-нибудь под Мерекюля. Самый худший наш вариант в условиях десанта. Никаких тигров, слава богу, в Новороссийске не было. Но штурм-гешутцы тоже плохо. Ну, а чем ее стрелять-то? В 45-ке, да. В принципе, Куников-то в свое время отбился с ПТР-ами. То есть, он, опять же, отогнал пехоту. Но в любом случае ситуация кислая. И только наличие радиостанции стрельба через бухту за град огонь. Там расстреляли сотню снарядов 152. То есть, спасли блокированных на берегу десантников из батальона. А вот бригада, во-первых, что большая претензия была, что командир бригады решил, что все пошло не так. И пошел прорываться на малую землю. И со своим штабом прорвался. Причем, как ехидно пишет офицер генштаба, невзирая на плотную оборону немцев. То есть, он ее, можно сказать, с тыла пронизал. То есть, на самом деле это говорит о том, что, в принципе, шансы были. Все могло удастся, если бы. Все могло получиться гораздо лучше. Мерц цели управления. Если бы собрались, могли ударить и соединиться с малой землей. А что такое соединение с малой землей? Это значит, что можно усилить сразу группировку, которая в Новороссийске. И начать активно действовать. Потому, что план Петрова, он, по сути, уже в первые часы разворачивается от личной идеи к проблемному участку. Потому, что надо спасать тех, кто там высадился. Они не сами начинают обваливать фронт. Они становятся головной болью товарища Петрова. И надо что-то делать. Надо что-то делать. При том, что на пути в Новороссийск узкий участок фронта, через который в обратную сторону не смогли пробиться немцы годом ранее. Там действительно совершенно такой, как говорится, фермопильский проход. Или как там античники. Античники обязательно поправьте нас в комментариях, если мы не то сказали. Короче, там диспортанцы держались. И горы. Соответственно, на этом участке, как написано в отчетном документе, это уже не офицер генштаба, это писали командиры из 318 СД, что там даже, я вот в первый раз это встретил, туннельный оборон. То есть, там какие-то подземные сооружения. И в этих туннелях немцы тоже сидели и использовали их в качестве пунктов укрытия от артиллерии. И, соответственно, вылезали из них вели огонь. Там, опять же, вот эта 101-я легкопехотная дивизия сидела в районе как раз цемзавода, где остался участок сентября 43-го года. Петрову приходится вводить свежие силы. Надо сказать, что полк из 318 СД, он тоже высадился, скажем так, не так катастрофически и провально, как бригада Потампова. Но командир полка не высадился, не смог высадиться, вернулся обратно, и командир 1-го батальона. В итоге управления полком нет, управления координацией 1-го батальона нет. Кто там остался, командиры 2-го, 3-го батальонов, они пытаются удержаться, но при этом надо отдать им должное. Зацепились в условиях города, держатся. Петров, опять же, надо отдать ему должное, он реагирует молниеносно. Это не было ни в каких планах. В планах как раз было Маляулю, раз-раз, и, что называется, Новороссийск наш. Подтягивают части 55-й гвардейской дивизии, подтягивают танковую бригаду. Вот этот узкий участок, где тоннельная оборона, они его проламывают, врываются в Новороссийск и устанавливают связь с десантом. Если бы они не установили связь, скорее всего, десант бы выбирали в бухту. Съели бы, ну, рано или поздно при наличии бронетехники его бы за несколько дней съели. Но на самом деле в тот момент уже время-время-время немцы эвакуируются. Происходит, соответственно, с ночь на 10-е, 14-го числа переходит наступление Гречка. В попытке, ну, раз немцы, началось у них какое-то движение в сторону эвакуации, а давайте-ка мы их попробуем по ним ударить. Пытаются ударить, все то же самое, как в июле. Оборона стоит стеной, артиллерийский огонь, контратаки, фронт недвижен. Но, тем не менее, в Новороссийск удается ворваться. Самый такой вопрос, которому уделял, например, внимание, опять же, поскольку у нас Леонид Ильич Брежнев был на «Все мы знаем». И вот есть Безыменский, на самом деле глубоко уважаемый историк советского времени, который написал книгу «Провал операции Нептун», и он там пытается рассказать, что освободили Новороссийск сами. Это все же как-то не очень стыкуется с тем, что писали по итогам операции. Своих выручили, но о том, чтобы, как говорится, мерной поступью всех выбить из Новороссийска, это как-то не очень подходит. Хотя Безыменский в том числе цитирует немецкие документы о том, что там остался саперный батальон. Но мне кажется, что он не то, что как бы избирательно их цитирует, тут у меня нет оснований ему не верить. Но, скорее всего, он говорит о ситуации уже после того, как решение было принято из Новороссийска уходить. Из Новороссийска все уходят. И, собственно, кстати, в фильме «Железный крест» крутится сюжет, точнее, скажем так, в повести. В фильме это все, конечно, сломали, покорежили, там ничего не понятно. Но, на самом деле, в книге изначально сюжет крутится вокруг того, что мы сражаемся, а тут все уже уходят. И реально, действительно, немцы уходят из Новороссийска. И 16 сентября город Новороссийска освобожден. Город реально лежал в руинах, потому что за него бои шли с сентября 1942 года. Он был постоянно на переднем крае. И то, что Новороссийск стал городом-героем, это, я думаю, ни у кого не вызывает никаких вопросов. И, пожалуй, символ битвы за Кавказ – это, может, Ильхотовские ворота. Это известный пункт, о котором мы говорили, был у нас ролик по битве за Кавказ и Новороссийск. Потому, что битва за Кавказ – это, по крайней мере, фаза наступательная. Она как раз касается борьбы за Новороссийска. Малая земля и последующая борьба в сентябре за Новороссийск. Ну, еще и кубанское сражение в воздухе. Кубанское сражение в воздухе, да. Это в воздухе. Да, это в воздухе. Скажем так, в сентябре все было гораздо спокойнее ввиду того, что, скажем так, судя по нашим отчетным документам, основная головная боль была – это то, что прикрывали достаточно плотно Керченский пролив. То есть, Керченский пролив, места посадки на корабли и суда, они прикрывались изо всех сил. Ну, здесь, конечно, было трудно нанести немцам какие-то серьезные потери. Дальше, что собираются делать немцы и что собираются делать советское командование. Действительно, советское командование вполне обоснованно считало, что надо попытаться сорвать планомерный отход. Всем было уже понятно, что уходят, опять же, свежевзятые пленные говорили о том, что у нас приказы уходить, но, тем не менее, сорвать планомерный отход – это то, что могли сделать в ходе развернувшейся операции. Там, наверное, Новороссийская, Таманская, она у нас в историографии отложилась. Но реально главной проблемой было то, что воронкообразно фронт суживался. То есть, есть 120 от плавней до гор под Новороссийском. Дальше география плацдарма такова, что фронт все время суживается. И то, что во главе всего этого, всей этой немецкой группировки находился такой человек, как Енаки, это, конечно, способствовало хорошей инженерной подготовке каждого из рубежей. Всего было подготовлено немцами 12 рубежей. Вплоть до… То есть, если рубеж номер один – это была, собственно, линия боевого соприкосновения, с которого все начиналось, основной, наиболее совершенной, то рубеж номер 12 – это был уже самый последний рубеж, шириной всего около 8 километров. А нет, проходила в 8 километрах восточнее косы Чушка. Ну, в общем, я не думаю, что у него ширина была, может, километров 10-20, не больше. И в чем была основная идея этих рубежей? Их понастроили аж 12 штук. Это действительно впечатляющее зрелище. Есть такая книжка «Командир 9-й зенитной дивизии от Кубани до Севастополя». Он и про кубанский плацдарм рассказывает, и про борьбу, соответственно, за Крым уже в 1944 году. И он там приводит карту, и там действительно так довольно плотно... Нарезано, да? Да, плотно нарезано. В чем была главная идея? В том, чтобы можно было за короткое время отойти на очередной рубеж. Причем они подготовлены были по-разному. Не следует думать, что вот 12 этих заборчиков, они все были одинаковы. Здесь я позволю себе немножко остановиться на описании. Рубеж номер один основной, наиболее совершенной обороны, проволока 1-3 кола, благостроенная землянками для живой силы, отдельные дзоты, тактическая глубина обороны 2-4 километра, фронт обороны 9-10 километров. Местность подходящая, соответственно, рубеж номер 2, он как раз тогда, судя по показаниям пленных, именно его называли «голубой линией», то есть за него нельзя было отступать. То, что фюрер, мы рассказывали в прошлом, нарисовал голубеньким карандашиком, я думаю, что в наши дни нарисовали бы этим самым, радужным каким-нибудь. В общем, «голубая линия», «трубеж номер 2», он готовился с первой половины июня 1943 года. То есть, скажем так, это явно уже второе название «голубой линии», потому что Гитлер отдал приказ все же в мае. То есть, начертал там, и, скорее всего, это уже так чуть-чуть скорректировали указания из Берлина. Называется, что на карте нарисовано, там, как говорится, несколько крупинок Гриффер. Ну, это когда устанавливают стенку в штрафной футболе. Там двигаются все же, красить стали в конце концов, чтобы не двигались. Да, ну, в общем, строили его с июня и до конца августа. То есть, подготовлены окопы, траншеи, проволока, два четырекола и, скажем так, главная сила обороны. Если так вот все же обобщить, то «голубой линией» правильнее называть главную линию обороны. То есть, первый и второй рубеж входили, что называется, в одну и ту же систему. И дальше рубеж номер 3 шел по реке Псив. Дальше горно-лесистая местность в инженерном отношении был достаточно слабым. То есть, проволока, окопы только на отдельных участках и как проходит отход после потери Новороссийска. На самом деле, главный результат высадки в Новороссийске – это то, что спасли портовые сооружения от того, чтобы их превратили в бетонную пыль. Иначе это был бы «Шербур». Как в 1944 году летом уже немцы взорвали «Шербур» практически в пыль. Его потом очень тяжело устанавливали. Достаточно сказать, что на Плацдарм было переправлено что-то типа 450 тонн взрывчатки. И, в принципе, чтобы превратить все в цементную пыль, взрывчатки хватало. И мы бы лишились передового порта вообще. Да, на самом деле тогда… Тогда уже фиг высадишься в Керчи, да, потом. Да, вот вся… Ну, это, опять же, я думаю, нам расскажет Мирослав Эдуардович все эти нюансы. Не будем забегать вперед. Что называется, с нетерпением ждем. И спасение Новороссийска, оно, конечно, того стоило. И, опять же, нарушение планов. Поскольку в момент, когда произошла высадка, во всех штабах единодушно сказали, «Ну, все, у нас длинный вариант не работает, как говорится, Брунгильде отказать. Наша любимая женщина Кримхильда. И вот мы отходим по короткому варианту на 38 дней. С бросанием того имущества, которое прямо не вот так вот надо». 16-го начинается отход. Отходит на второй рубеж. То есть, какая, опять же, была идея. Что наши штабисты отметили, что в отличие от начала 43-го года, когда немцы, на самом деле, довольно так хаотично бежали. То есть, они нарубили боевых групп. Опять же, анализировали наши штабисты, что происходило. Они видели, что в январе просто настрогали боевых групп обычных. И на них ввели некую подвижную оборону. Здесь все было гораздо планомерней. Выделялось примерно треть сил каждой дивизии в качестве арьергарда. Следует отход. Отрываются от наших. Садится арьергард на второй рубеж. Как раз вот рубеж номер 2. Там он обороняется в течение дня 16-го сентября. Тем временем, главные силы отходят на рубеж номер 3. Следует дальше отход на следующий рубеж через двое суток. То есть, на рубеже номер 3 он слабенький. Но на нем обороняются достаточно сильными войсками. Артиллерия держится. Два дня. Дальше идет рубеж номер 4. Тоже достаточно слабо в инженерном отношении. Окопы ячейковые. Проволоки практически нет. Рубеж обороняют арьергарды сутки. Дальше идет рубеж номер 5. Подготовлен уже намного лучше. То есть, идет через полосицу. Хорошо, плохо, плохо, хорошо. Подготовлен. То есть, они, немцы специально продумывали сценарий отхода. Рубеж номер 5 проходил, соответственно, окраин Курчанская, река Чекон. И дальше с поворотом на юго-запад до побережья моря, исключая Анапу. То есть, Анапу для них была важным портом. Но они его исключили из этого рубежа, поскольку уже не ложилось на карту. И, соответственно, для чего выигрывалось на каждом из рубежей. Вот на рубеже номер 5 они оборонились трое суток. Фронт сократился. Войска выводят. Пока идут эти трое суток, их грузят на боздроходной десантной барже. Вывозят в Крым. Грузят на железную дорогу. Вывозят дальше. Дальше рубеж номер 6. Развитая сеть окопов и минных полей. Удерживается двое суток. То есть, опять же, на него садятся. Он еще уже. Опять кого-то выводят. Вот они пешком идут до пирсов. Причем, на самом деле, понастроили кучу причалов. Опять же, Енаки, как инженер, изо всех сил строгал эти сооружения. Следующий рубеж 7. Западный берег река Старая Кубань. Причем, тоже, снова у нас сильный рубеж. Заграждение проволочное. Два-три кола. Развитая сеть окопов. Густое минирование. Против танков и пехоты. Местами, да, и скарпы. Река Старая Кубань в тот момент не имела воды. То есть, было достаточно жаркое лето. Не служило сама по себе препятствием. Ему не надо было форсировать. Но была такая равнина перед рубежом, которая хорошо простреливалась. На этом рубеже держались 5 суток. То есть, сразу высвобождаются большие силы. Выгодный рубеж. Отходят, грузятся, сваливают. Рубеж номер 8 слабенький. Пролока один кол. Минные поля на отдельных участках. Держался сутки-двое. Но тут уже, на самом деле, достаточно результативно пытались сбивать. То есть, где сутки, там реально сбили. Следующий рубеж был такой. Он не номерной. Он промежуточный. То есть, он буковкой обозначался. Скорее всего, H. Потому, что у нас его написали N. Но, скорее всего, это, так сказать, просто калька. Опять же, проволока один кол. Достаточно слабый. Держался даже не сутки, а только в дневное время. Отходит на следующий рубеж. Номер 9. А может просто H это было по-немецки не 8 написано, а прописью? Ну, нет. Был рубеж номер 8. Следующий H. Потом 9. Они просто запутались. Наверное, 2 восьмых написали изначально. Потом как-то разбираться. Давайте так прописью напишем. Кстати, хорошая идея. Да. То есть, да. Логично. То есть, ах, у нас 2 восьмых. Да. Извините. Ну, хорошо. Этот будет буквенный. Да. Соответственно, снова 9 достаточно прочный. Пролок 1-3 кола. Широко развитая сеть окопов и минных полей. То есть, заранее заготовленный. Но удерживался всего сутки. Потому что, опять же, он каждый раз все слабее и слабее. Следующий рубеж опять довольно плотный. То есть, 2 линии проволочных загораждений. 1-2 кола каждой. То есть, в сумме, что называется, 2-4. То есть, сильнее, чем на всех других. Их сплошное минное поле. Окопы. Ну, правда, окопами было оборудовано уже хуже. Просто, видимо, времени не хватило. Удерживался 2 суток. И, соответственно, следующий рубеж слабый. Окопы только для стрельба с колен. Ячейковые. Ну, может быть, просто не успели. Проволока там 1 кол. Уже слабее. И явно от него удерживался, тем не менее, сутки. Ну, и последний рубеж, 12-й. И тоже удерживался одни сутки. В итоге немцы последовательно отходят, отходят, отходят. Остается. Причем они переправляются на косу Чушка. Тут им опять в очередной раз, как не морской нации, устраивают десант. Они на косе Чушка еще посражались с десантом. Причем наш десант нормально выжил. Все хорошо. И, естественно, заранее освободили всякие тылы. То есть, их вывезли. То есть, что, собственно, было замечено. Конечно, основной пункт был погрузки уже к Косачушке. Все, что везде отходили, минировали. Вспахивало, минировало аэродромы. Соответственно, проблем было перебазирование авиации. Везде очень мощное ПВО. Главным проблемой были зенитки. То есть, зенитки прикрывали и войска на отходе, и все пункты погрузки. Действительно, если так вот посмотреть в цифровых. Первоначальный фронт 120 километров. Отход на глубину 75 километров. Там уже 45. Последний рубеж. Вот я как раз, Косачушка, всего 15 километров. Ну, и как раз вот эту 98-ю дивизию, она осталась и на Косачушке. Наиболее сильные рубежи были, соответственно, 3, 5, 7, 10. Отстояли друг от друга 20-25 километров. Ну, и, соответственно, можно было довольно быстро за один переход отойти. Оставить треть сил, отходить, сели, укрепились, расставили артиллерию, приняли удар, посидели несколько суток, ушли опять. Получается, сколько дней они выиграли таким образом? Ну, реально, они отходили все же быстрее. То есть, у них планово было 38, а так они 16-го начали. И уже 10-го, опять же, есть такое поэтичное, ну, это на самом деле уже документально, это не Карпов полководец, это документально, что вышел Петров на берег, уже никого нет. Он издал приказ о том, что никто, кроме пленных, не топчет территорию полуострова. Кубани, да, Кубани, все. Так сказать, ни один сапог непленного тут уже не стоит. Все, как бы действительно вытарили, это хорошо. Арьергарды отходили ночью, то есть, они держались, потом раз, ночью убежали. И вот эти вот часто по настрою на рубежа, они благоприятствовали отходы даже в большей степени, как мы обсуждали, бусель. И, конечно, преследование для войск Северо-Кавказского фронта здесь было, прямо скажем, не то, чтобы простой задачей. Потому что приходилось буквально на ходу организовывать бой, быстро разведку не проведешь, то есть, утыкается очередной рубеж. И, конечно, может быть, если бы эти все рубежи отсняли там панорамно, как-то заранее просчитали. Но, судя по июльской операции, вот в чем была критика того, что происходило в июле. Что вы, как бы, оборону-то обсняли, даже нумерацию частей установили. Ну, молодцы, хорошо. Но надо было вот эти все аэроавтоснимки привязать и выявить именно систему обороны. То есть, до каждого пулемета. До каждого пулемета это уже на низовом тактическом звене. Вот группировка, все, вскрыто, отлично. А вот, как идет на уровень, что называется, полков, батальонов, рот, вот эта вот обснятая система обороны, она даже передний край, который, в принципе, можно наблюдать и видеть, кто там что делает, что стреляет. Это недостаточно обснято. И, собственно, количество взятых пленных, пленных было взято по отчету штаба Северокавказского фронта 1440 человек. Это немного, но при этом снято и обезврежено мин, барабанная дробь, 199 тысяч 120 штук. Круто. Я бы сказал, что то, что возводили на Курской дуге, оно как минимум сопоставим. Поставим, потому что, по-моему, на Южном фасе там около, по-моему, 400 поставили, там что-то такое. Да, то есть, скажем. Считали противотанковые отдельно, противопехотные отдельно. Ну, по крайней мере, по-моему, 48-й, что ли, корпус сказал, что за время боев на Курской дуге мы сняли что-то там 40 тысяч мин. Ну, то есть, 200 тысяч мин на фронте 120 КМА, ну и дальше вот эти все рубежи отходящие, но это много. Да, при этом взяли всего 396 автомашин, 32 танка тоже, ну, не так много. Значит, во что это обошлось? По потерям. Потери составили за время, ну, сентябрь плюс 10 дней октября. Убито 12 635 человек. Пропала без вести, но, опять же, несмотря на то, что наступаем, плюс, опять же, десанты. Это 1984, и итога общей потери 59 297 человек. Опять же, в справочниках, скорее всего, приводят большую цифру. Это с выбывшими в госпиталя по болезни. Это санитарные потери, которых было 8 355 человек. То есть, это тоже надо учитывать, что структура потерь, она именно такая. Ну, и, конечно же... А есть данные, сколько не партнеры наши смогли вывести? Значит, сколько не партнеры вывезли, на самом деле, есть. И я бы так сказал, что когда я читал этот замечательный список, у меня волосы шевелились на затылке. Значит, объясняю, знаете. Ну, давайте, опять же, барабанная дробь. Ну, опять же, чтобы чуть-чуть такого все же, к сожалению, приходится добавить трагической ноте. Такая фишка была еще у немцев, опять же, по воспоминаниям. То есть, это, ну, возможно, это где-то и приказами нормировалось. Но, когда вывозили, на палубах сажали гражданских. То есть, вывозили гражданских, соответственно, чтобы летчики заходят, и они видят, что сидят, что называется, люди в гражданской одежде. Хотите стрелять – стреляйте. Заодно оторвете голову гражданским из своих 20-ти миллиметров пушек. Давайте. Это было бы демонстративно. Ну, это, опять же, воспоминания, но в статистике присутствуют эвакуированные лица из числа гражданского населения. Значит, вообще говоря, гражданскому населению было вывезено на работу в Германии аж 60 тысяч в феврале по августу, еще до. Непосредственно с момента начала эвакуации было вывезено 27,5 тысяч эвакуированных из числа гражданского населения. Дальше идут, значит, сколько было вывезено военнослужащих. Немцев было вывезено, немецких военнослужащих всех рангов, 177 тысяч 355. Еще 50 тысяч 139 союзников – это румыны. Румыны, они в основном оборонялись на побережье и отдельные неважные участки им поручали, причем их вытаскивали как можно быстрее. То есть, их высвобождали первыми и сразу, ну, чтобы не завалили дело. 28,5 тысяч хиви и рабочих колонн, почти 73 тысячи лошадей, опять же, чтобы сравнить с тем, сколько было потерян автомобилей, 21 тысяча автомобилей, 21 230 автомобилей, 74 танка и штурмовых орудия, 115 тысяч тонн груза. Включая, опять же, тут я не могу не сказать барабанная дробь, почти 28 тысяч тонн боеприпасов. Ну, для сравнения, армия Паулис, когда штурмовала Сталинград, она расходовала тысячу тонн в день примерно. 27 тысяч тонн – это много, 10 тысяч тонн угля, кроме того, воздушным транспортом было вывезено 15 тысяч 700 военнослужащих, скорее всего, в основном раненых, и 1153 тонны вооружений грузов. Ну, также там все, что могли, взрывали. Ну, и, опять же, где все это гробовое счастье грузили, было 18 причалов общей протяженностью почти 2 километра. Это доклад надштаба 17 армии Ксилендера. Это, опять же, последние колонны, всего там было 240 судов. То есть, на самом деле… Ну, на паническое бегство это как-то совсем не похоже. Достаточно организованно, да. Опять же, Мяслав Дурач нам расскажет, что там происходило на море. Тики пишут, что было потеряно… Теперь очень интересно, кстати, вообще. Да, паром, что был угроблен по немецким данным атакой подводной лодки, я думаю, может, и подорвался, может, и еще как-то этот БДБ. Назвали Марин Фарпрам, поэтому, наверное, судя по номеру, F474 – это БДБ. Ну, в общем, это не похоже на прям паническое бегство действительно. Блин, 1800 орудий, оружие, значит, тоже все вытащили. Ну, если автомобили вытащили, то понятно, что орудия вытащили. Нет, орудия вытаскивали, понятное дело, первым делом. И, опять же, наши претендуют на орудия разных калибров 110 штук. Ну, 13 неисправных самолетов. Опять же, вот сколько-то… Ну, понятное дело, что, например, паровозов захватили 71, вагонов почти 3000. Но, будем откровенны, что если бы еще и массово железнодорожный транспорт вывозили, это можно было бы только по мосту, который в 1944 году построили. Ну, факт тот, что Кубанский плацдарм был немцами эвакуирован, вытащен. Но вообще история Кубанского плацдарма в целом – это, конечно, история рухнувшей надежды. Потому что ради чего он создавался? Ради того, чтобы снова прорваться в Майкопу. И, конечно, войска с этого плацдарма, на них облизывался Манштейн, когда готовил операцию «Цитадель». И он-то был просто рад и счастлив, если бы Кубанский плацдарм вывезли еще в июне и отдали ему все эти дивизии. И отменили «Цитадель». Нифига она тогда нужна была, если так войск бы был для выстраивания фронта? Ну, да, цитадель она в любом случае нужна, поскольку там перехват инициативы, нанесение потерь. Но, скажем так… Ну, и пиар-эффект нужен был, конечно же. Ну, да, и пиар-эффект, да, и ради «Цитадели», конечно, могли бы эвакуировать раньше. Потому что, конечно, они построили там адски плотную оборону. Она была непробиваема никакими методами. Ну, вот, опять же, смотришь, ну, нет формальных, то, что гречка пошел на повышение, это не удивляет. То, что, хотя прорыва фронта нет, но все делалось правильно. Готовили в тылу, подготовка с орудия до 203 мм, неплохо снабженные боеприпасами, ну, не по всем армиям. На самом деле пытались таранить и в плавнях. То есть, когда происходил этот отход, была еще одна, ну, не скажу трагедия, драма в плавнях. Когда пытались снова через плавни обойти, и говорят о том, что через эти плавни надо было и боеприпасы таскать фактически на себе. И людей выносить тоже только на носилках, на себе вытаскивать. Потому, что никакого транспорта, даже там лодок, они в тех конкретных условиях, где воевала 9-я армия, которая на фланге стояла, там у нее был маленький участок обычного сухопутия и плавня. И через эти плавни обскакивание, оно имело, так скажем, ограниченный эффект. Поскольку там тоже сидел довольно плотно противник, все простреливал. На этот раз там авиации не было в таком диких количестве, в которых это было весной и в начале лета. Там все лето фактически действовала одна румынская группа пикирующих бомбардировщиков. Поэтому там создать плотность было очень сложно. Ну, опять же, жалоб на налет авиации уже не было. И здесь, конечно, имея больше бомбардировщиков, может быть, удалось бы там где-то на промежуточных районах ловить. Но, опять же, отходы ночью. Тут ловить. Это, скажем так, это не отход в Багратионе, когда шли, как говорится, днем и ночью. А тут ночью отошли, встали, в окопчиках посидели, там сутки-двое, опять ночью назад. То есть, все более организованно. И раз вы говорили, противовоздушная оборона очень серьезная была, тут понятно, что и наши ничего там не это самое. Ну, это в основном районы погрузки. То есть, бить в районе погрузки, они вынуждены стоят толпой, как говорится, стоят, курят, ждут, когда их на эти марина-форпрамы погрузят. Но, в целом, да. Там хватало и одной группы, которая была у них вторая, 52-я, которая вполне могла справиться, локально держа просто там часть истребителей своих. Скорее всего, они, опять же, делили зону прикрытия с зенитной артиллерии. Причем, что интересно, поскольку войск до хрена, самые низкие высоты брали на себя вообще стрелковым оружием. То есть, зенитки там 20 от 2,5 тысяч и выше. Соответственно, все, что ниже, ураган на огонь стрелкового оружия. Здесь можно только сказать, что да, был крепкий орешек, и то, что эвакуировали, ну, может быть, причина еще и в том, что не было какого-то самостоятельного соединения. Фронт пытался создать такую подвижную группу, в которую включили 100 танков. На самом деле, танков было примерно 300 у фронта разнокалиберных. Пытались сотню собрать в один кулак, но условием ввода было пробивание фронта. То есть, если бы где-то пробили фронт, вбрасывают эту группу, и она там доскакивает до причалов, всех там разгоняет и убивает. Но по такому сценарию не получилось, потому что фронт не пробиваем, а если выезжаем, что называется, на неподготовленную оборону, то у немцев вот эти все группы с штурмовыми орудиями, они были вполне оказать достаточное сопротивление, чтобы не позволить танковой группе прорваться. Ну, вот такое завершение истории, она очень такая многогранная. И поучительная, кстати, очень поучительная. И в плане малой земли, то, с чего началось, и в плане уже завершения финала. Это, кстати, очень хороший показатель того, что у нас какое-то такое у людей складывается, в том числе из наших исторических многих работ, ну и просто из, так сказать, то, что говорят по телевизору каждый год. То, что у нас после Сталинграда коренной перелом, который довершили под Курском, и все. Мы уже везде наступали, просто немцы без оглядки бежали. Но вот как мы видим, мы смотрим, что это сентябрь, начало октября. Но когда мы будем рассказывать и про Смоленскую операцию, что там тоже было все непросто, на самом деле в позиционную оборону утыкаться будем еще ни раз, ни два, и война будет идти непросто. Мы до этого обсуждали немножко уже тут Румянцев с Кутузовым. Там тоже, как мы поняли, вообще все было непросто. Смотря на то, что мы наступали, освобождали территорию, и, слава богу, и Орел освободили, и Харьков освободили, и Белгород, естественно, освободили. Но, тем не менее, шло все очень тяжело. И там, если брать какой-нибудь Северо-Западный фронт или Ленинградский фронт, там вот тоже, прямо скажем, ничего такого прорывного в 43-м году, кроме Искры, не добились. Ну, опять же, из 44-й, то, что рассказывал Илья Борисович Мощанский про Нарву, там тоже, в общем, не сказать, чтобы все просто шло. Ну, одним словом, враг был силен. Ну, враг был силен, и мы видим, что они смогли эвакуировать 250 тысяч военнослужащих фактически, ну, если с Хиви там брать, все равно как ни крутили. С румынами, да, несмотря на то, что это румыны, но все равно 50 тысяч человек, это очень круто. И тут хотелось бы сказать все-таки, тот момент, это, кстати, такой вот оттеняет, эта вещь, эта история, эта операция немножко так оттеняет решение по переходу к стратегической обороне на Курской дуге. Потому что, ну, а Георгий Константинович-то, получается, не совсем уж плохие вещи-то предложил. Как бы вот пошло, если бы мы вот так вот взяли и начали наступать первый день, что в мае, когда у нас половина народу ходила в валенках без сапог, и там покушать нечего было во многих подразделениях по две недели. Вот мы переходим в наступление. Да, у нас вроде соединений много, всего много, но противник не превосходим решительно, там, ни там в тяжелой артиллерии, там, ни в качестве... На самом деле, потому что танковые предприятия из-за того, что немцы какое-то время находились на Кавказе, грянул жесточайший энергетический кризис. И по производству танковые заводы, они свалились в результаты предыдущего года. То есть, в мае 43-го, мае 42-го они по выпуску танков, они были сопоставимы. Несмотря на все усилия, которые предпринимал Зальцман по сворачиванию производства легких танков, наращиванию Т-34-ок, но энергетический кризис танковую промышленность отбросил нам много месяцев назад. И поэтому в мае как раз ловить было абсолютно ничего. Да, опять же, проблемы с транспортом, которые вообще еще в полный рост стояли, потому что немцы там разгромили нам несколько заводов, в том числе газ там частично, да, и тоже с транспортом было все швах. А американская техника, прямо скажем, еще в то время не в таких количествах к нам пришла. Поэтому, да, вот глядя на такие примеры, во-первых, хочется еще раз напомнить товарищам, что наши партнеры были очень сильны в 43-м году. И очень хорошо, что они вот такие некие, так сказать, свои действия, они где-то вот так вот планомерно и целенаправленно проводили и грамотно. А где-то они вот пошли в угоду неким своим, в том числе и каким-то политическим, так сказать, надобностям, пошли в такое наступление, во многом авантюрное. Кстати, о транспорте, что называется, под занавес, это лето, основным подвижным средством связи в армиях являлась автомашина. С получением автомашин Виллис в армиях улучшилась доставка корреспонденции подчиненной части. Несомненно, тут даже сомнений нет. В общем, 43-й был еще очень непросто. Повествование о нем мы продолжим последовательно НИУС, ИЗЮМ, ну и своим чередом Курск. Немного под другой углом зрения, чем уважаемый Валерий Николаевич Замулин. Отлично, спасибо огромное за очень интересный рассказ. Я думаю, всем очень понравилось. Спасибо. Друзья, если вам хочется нас поддержать, нам это сейчас наиболее удобно на платформе спонсор. Если, не дай бог, что-то случится с Ютьюбом, хотя вроде нормально все происходит с ним, но тем не менее у нас и канал на Телеграме, и Яндекс.Дзен, и группа ВКонтакте. Ну и вроде Рутюб там периодически что-то еще делают, они, я не знаю, может со временем разовернутся все-таки. Может быть раскрутится, да. Одним словом, есть возможность поддержить, потому что это позволяет делать качественные ролики и доносить полезную информацию, надеюсь, полезную и способствующую тому, чтобы задуматься о событиях далекого прошлого. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»